Добрый день, меня зовут Баранова Екатерина, я врач-уролог Ильинской больницы и специализируюсь в функциональной и женской урологии. Самым распространенным видом нарушения функций мочеиспускания является недержание мочи. Недержание мочи распространено как у мужчин, так и у женщин. Так, по данной международной статистики, 15% мужчин страдают симптомами недержания мочи, и около 50% женщин сталкиваются с этими симптомами. По другим статистическим данным, каждая пятая женщина, обратившаяся в отделение урологии на консультацию к урологу, имеет симптомы недержания мочи. Недержание мочи – это непроизвольные, бесконтрольные потери мочи, утечки мочи при определенных условиях. Недержание мочи, возникающее при повышении внутрибрюшного давления, при кашле, при чихании, при физической нагрузке, называется стрессовым или недержанием мочи при напряжении. Пик заболеваемости у женщин приходится на возраст 45 лет. Причинами могут быть беременности, роды, гормональный статус, а также генетическая предрасположенность и другие факторы. Патогенезом или, так скажем, причиной возникновения недержания мочи при напряжении является ослабевание фиксирующих структур, мышечно-фасциальных структур, которые поддерживают мочеиспускательный канал. Недержание мочи у мужчин возникает вследствие повреждения сфинктерных структур, что может быть после перенесенных оперативных вмешательствах на органах малого таза, а также при хирургии на предстательной железе, трансуратуральной резекции, простатоктомия и так далее. Второй тип недержания мочи – это недержание мочи, которое возникает при появлении позывок мочеиспускания. В данном случае позыв к мочеиспусканию носит такой стремительный, неотложный, трудносдерживаемый характер, и мои пациенты часто такой характер позыва описывают как здесь и сейчас. Такой тип недержания мочи возникает вследствие нарушения функции мочевого пузыря при его непроизвольных сокращениях, и этот термин называется гиперактивный мочевой пузырь. Данный вид недержания мочи связан с непроизвольными сокращениями мышцы мочевого пузыря, и такой тип недержания мочи может возникать как у мужчин и у женщин в любом возрасте. Причин для возникновения гиперактивности мочевого пузыря с недержанием мочи большое количество. Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и большое количество неврологических заболеваний. Интересны литературные данные о том, что гиперактивность мочевого пузыря встречается как мигрень, но в большей степени нарушает качество жизни и приводит к инвалидизации, чем, например, сахарный диабет. Третья форма недержания мочи – это смешанная форма, когда присутствуют два компонента, как механический, так и функциональный. Диагностика недержания мочи заключается в подробно собранных жалобах, анамнеза пациента, в проведении специального анкетирования с помощью валидированных опросников и дневников мочеиспускания. Также мы обязательно выполняем ультразвуковое исследование мочевыделительной системой с оценкой остаточной мочи. Для женщин обязательно проводится осмотр в гинекологическом кресле с оценкой расположения мочеиспускательного канала, а также с исключением опущения органов малого таза и проведением специальных функциональных проб. Также может потребоваться оценка визуальная слизистой мочеиспускательного канала и мочевого пузыря, и этот метод диагностики называется уретроцистоскопия. При тяжелых случаях недержания мочи, при рецидивных формах недержания мочи, а также при смешанной форме недержания мочи, обязательно проводится такой вид исследования, которое называется уродинамическое исследование. Туда входит ряд исследований, и цель этой диагностики оценить как функцию наполнения мочевого пузыря, так и функцию опорожнения мочевого пузыря. Лечение зависит от того типа недержания мочи, который мы диагностировали у пациента. При недержании мочи при напряжении может быть предложена как консервативная, так и хирургическая тактика лечения. Хирургическое лечение, как и у мужчин, так и у женщин, заключается в имплантации супуретрального слинга монопропиленовой петли в среднюю часть уретры, и этот метод хирургии является очень эффективным, его эффективность близка к 95%. Такой вид хирургического лечения является малоинвазивным, это хирургия одного дня. Пациент госпитализируется за несколько часов до хирургического лечения и вечером уже может быть отпущен домой. Реабилитация после хирургии несложная, это 2-3 недели ограничения физической активности, но пациент в это время трудоспособен. После проведения оперативного лечения пациент сразу отмечает положительные результаты, которые заключаются в отсутствии эпизодов недержания мочи. Консервативная тактика лечения заключается в реабилитации мышц тазового дна с помощью проведения специальной физиотерапии, бостерапии с использованием специальной аппаратуры. У нас в Ильинской больнице для этого существует два аппарата. Специальное кресло для системы реабилитации мышц тазового дна воли и бостерапия с использованием манометрического датчика. Если вы испытываете симптомы недержания мочи или другие расстройства, связанные с мочеиспусканием, мы всегда готовы вам помочь.